Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе, кнопка и ссылка под видео. Москва почему-то рассчитывает, что Кишинев воздержится от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией. Так, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова цинично прокомментировала решение парламента Молдовы запретить использование Георгиевской ленты и законопроекта борьбы с дезинформацией. Хотя, какое РФ дело до того, что происходит в соседнем независимом государстве? Молдавское руководство не раз заявляло о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Последние законодательные инициативы, принимаемые парламентом Молдовы, не соответствуют этим заявлениям, как не соответствуют им и некоторые другие шаги Кишинева, предпринятые в последнее время, говорится в заявлении представителя МИДа России, опубликованном 15 апреля. Конечно же, Захарова сказала, что речь идет об ограничительных мерах в отношении работающих в Молдове российских СМИ, поддержки усилий США и их союзников по вытеснению России из международных организаций и органов и попустительстве молдавских властей в отношении антироссийских акций, проходящих в посольстве, и попустительстве молдавских властей в отношении антироссийских акций, проходящих у посольства России в Кишиневе. Все это, безусловно, влияет на ситуацию в Молдавии и общую атмосферу российско-молдавских отношений. Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл, и молдавская страна будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией, сказала Захарова. Напомним, что парламент Молдовы в третьем окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий ответственность за использование символов военной агрессии, в частности, георгиевской ленты букв Z и V, которые уже многие страны сравнили с фашистскими, особенно после того, что российские войска сделали смирными жителями Украины. Как сообщает Ньюсмейкер, законопроект принят 53 депутатами парламентского большинства. Он предусматривает, что Молдова запретит символику и атрибуты, пропагандирующие акты военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности. К ним относятся черно-оранжевая двухцветная лента, известная как георгиевская, а также буквы Z и V. Изготовление, продажа, распространение, а также публичное использование этих атрибутов и символов, используемых в поддержку военной агрессии, будут наказываться штрафами в размере от 4,5 до 9 тысяч леев или от 30 до 60 часов неоплачиваемой работы в пользу общины. Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 9 до 18 тысяч леев. В беседе с НМ глава юридической комиссии парламента Олеся Стамате пояснила, что положение о запрете георгиевской ленты и символов Z и V вступают в силу сразу после публикации в официальном мониторе. До этого закон должна будет промульгировать президент Майя Санду. Принятие законопроекта сопровождалось протестами депутатов блока коммунистов и социалистов на парламентской трибуне. Лидер коммуниста в Молдове Владимир Воронин назвал инициативу партии действий «Солидарность» позором. В ответ депутат Раду Мариян сказал, что ему стыдно, что подобная символика попала на танки российской армии, начавшей войну в Украине. «Мы не можем терпеть, чтобы символы войны присутствовали в Республике Молдова», – сказал он. Депутаты от БКС заявили, что будут оспаривать закон в Конституционном суде. Законопроект, предусматривающий ответственность за использование символов военной агрессии. 7 апреля парламент Молдовы принял во втором чтении, но из-за сложности он должен был пройти не два, а три чтения в парламенте. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки.